В этом видео я расскажу, как с помощью вязальной проволоки перфоратора, лазерного оси построителя и пары дюбелей залить стяжку в квартире, коттедже или любом другом большом помещении. Покажу, как найти самую высокую точку, как разнести отметки по всему помещению. Определим толщину нашей стяжки, подготовим грунт, подготовим полы перед нанесением тонкого слоя равнителя, натянем наши струны маяки, закрепим их, зальем стяжку и создадим на ней идеальную плоскость. Зальем небольшие комнаты вообще без маяков, просто по черте направили. Подготовим стяжку под укладку плитки, положим плитку, положим зал, сделаем подрезку, затрем плитку, намоем плитку, сдадим объем и получим деньги. Как вы уже поняли, мы сторонники простых решений, простого инструмента, простых материалов, поэтому каждый, кто посмотрит видео до конца, сможет сделать себе полы в коттедже или квартире, не припегая к услугам сторонних организаций или мастеров, потребуется один или два подсобника и самый обыкновенный инструмент, который есть у каждого домашнего мастера. Здравствуйте, мужчины! С вами Адреналиновый Строитель. Те, кто первый раз попал к нам на канал, коротко расскажу, в чем суть. Мы строители с 25-летним стажем, работаем в основном по промышленным объемам, ездим по всей России, работаем везде, где можно снять квартиру. Наши контакты будут по ссылке в описании, если хотите нас пригласить, пожалуйста, звоните или пишите в WhatsApp. Обязательно подписывайтесь на наш канал, у нас очень много таких полезных, интересных и познавательных видео. Ну а теперь приятного просмотра, займемся стяжкой. Итак, у нас есть тут дополнительно к нашей работе такой небольшой док, как бы это вот верхний этаж в виде второго этажа, укладка 60 на 60 керамогранита. И что здесь? Здесь сделан бетон и достаточно кривой. Одни сплошные волны. Волны очень существенные, сейчас тут грязно, тут работают еще смежники, в общем, тут такой зарядный порядок, нам предстоит это все убрать. И сделать мини-стяжку. Вот, можешь пол поснимать, в общем, что тут у нас происходило. Тут перепады до 3 сантиметров, в принципе, по этой стяжке. Сейчас как раз мы начнем, с чего мы начинаем? Как обычно, мы начинаем отбивать лазером. То есть, нам предстоит, там 3 комнаты, там 3 комнаты, этот коридорчик и вот такой тут зал на 100 метров. И нам все это как бы надо отбить, пройтись из коридора во все комнаты, везде посмотреть высоту, найти самые высокие места. Ну, может быть, даже одно самое высокое и по нему как бы сделать всю остальную стяжку. Ну, или, по крайней мере, мы будем искать сейчас высокие места и потом решим, что делать дальше. Площадь озвучит? Площадь, да. Площадь около 220 метров, что-то такое. Не очень много. Все. И начинаем мы с чего? Проверим лазер на точность. Сейчас вот сними лазер, будет видно издалека или нет, не знаю. В общем, он повернул одним углом в эту сторону. То есть, грубо говоря, он сейчас смотрит вот так вот. То есть, у него луч расходится вот так вот. Вот эта часть, вот эта часть луча, вот она здесь. Вот мы рисуем. Может быть, не будет видно на камере. Вот тут еле заметный луч, но нам этого хватает, чтобы понять. О, теперь что нам нужно сделать? Нам нужно вот этот вот лазер развернуть теперь вот так вот. И теперь здесь мы другим углом посмотрим. То есть, должно совпасть. Ну, если он бьет неровно, то, соответственно, будет здесь или здесь луч. Поворачивай. Поворачивай. Итак, по результатам. Вот наша риска предварительная. Сейчас я бы ее поставил вот сюда. Я думаю, у нас где-то на пару миллиметров уходит. Но это на очень большом расстоянии. Да, тут порядка 20 метров, наверное. Ну, 15 метров где-то. Общая 17, длина здесь 15. Но 15 метров на 2 миллиметра. Это с учетом, что от одного угла до другого. То есть, погрешность, в принципе, небольшая. В общем, начнем с этого зала. Сейчас промеряем высоту. Найдем самое высокое место. Вот это как половина всего объема у нас здесь. В общем, мне нужно найти место во всем зале. То есть, я хожу и везде смолчу. Да, допустим, я вижу, что здесь чуть получше. Перекладываю линейку. То есть, у меня вход около лазера, где я его поставил. Здесь, ну, 4,7 где-то. 4,7. И дальше я иду как бы по всей высоте. Вот здесь уже 3,5. Ну, 3,6 там. Даже уже, ну, где-то около 4. Здесь. 3,5. Вот. 3,5. Чем самое, ищу самое маленькое значение. Вот здесь 3. 3. Ну, как обычно, у стенки, да? Как и обычно у стенки было. Здесь 4. 4,3. Тоже 3, кстати. 3. Здесь 4. 4. Но пока что самое маленькое значение было 3. Здесь тоже 3. То есть, примерно уровень у нас есть, но он скачет тут на полтора сантиметра. А вот здесь, кстати, вот здесь 2,7. Вот здесь где-то 2,5 даже. Все, померили этот зальчик один и дальше. Нам надо перенести лазер в коридор дальше и потом уйти в комнату, это посмотреть. Для этого нам надо его перенести и поэтому мы закрепляем отметку, которая у нас была в зале. Ну, то есть, я ее поближе к коридору. Я даже 2 поставил. Ну, вот ее видно. Да, видно. Не важно, где. В общем, теперь я могу переносить лазер и буду опять совмещать все. Переносим метку сейчас, чтобы посмотреть вам в комнату, да, в комнату всю, промерить. Для этого самое удобное, конечно, перенести метку в такое место, откуда я смогу лазер настроить именно на это же место. Да, то есть, мы ставим отметку вот здесь, это самое как удобное получается. А, сразу я, кстати, проставлю все отметки, чтобы сразу в ту комнату зайти. Видишь, я? Вот он, как-то еле заметен. Очень далеко. Вот он. Все. Мы перешли в комнату, у нас опять-таки вернемся вот к той отметке. Настроил лазер. Не знаю, видно там отметку или нет. В общем, я настроил лазер, опять поймал эту же высоту, то есть, я могу таким образом сейчас в комнату посмотреть. У нас здесь 4. В общем, пока у нас идет по всему помещению, около миллиметров, полтора, два. Пойдем. Теперь сговорим. В общем, аналогично мы так проходим все помещение. Все помещение. Все. Все, 5 секунд. Дышим в третью комнату. И тут аналогично все, смотрим высоту. Все, чтобы настроил лазер. В принципе, конечно, мы можем где-то по высоте чуть-чуть сыграть. И не обязательно нам делать идеально все в ноль, допустим. В коридоре мы можем сделать небольшой наклон. Но все равно нам нужно знать, где и какие у нас высоты. Ну, здесь то же самое. В общем, вот 2,5 сантиметра. Ну, все. И все. Все. У нас будет пол. Вот самое высокое место. Оно везде повторяется на одной высоте. Как мы смотрели по нашим меркам, это где-то вот 2,5. Ну, вот здесь 2,5, да, от рулетки. Отлучает 2,5. А самое, ну, как бы низкие, там, где-то около 5. 5, значит, 5. Значит, разница у нас составляет самый максимум 2,5 сантиметра. Все. И теперь руководствуясь вот этими местами самыми высокими. Вот здесь оно даже докатывается. Есть. Все. Теперь можно по нему смело выставлять по этой высоте. Это как верх будущей натяжки. Далее пылесосим полы с помощью циклона. Что такое связка циклон плюс мощный пылесос можно посмотреть у нас на канале. Этап уборки пропускаем. С ним все понятно. Сразу переходим к этапу грунтования полу. Итак, что мы делаем, как мы грунтуем. У нас есть такая швабра. Ну, достаточно мягкая вообще швабра. Очень мягкая, прощитина. Есть варик, но это обычное дело варик. То есть, конечно, можно грунтовать просто вариком. Но, таким образом, мы даем такой достаточно тонкий слой грунтования. И мы частенько применяем несколько другой способ. То есть, работаем этой швабой. Мы работаем более, скажем, слабый грудь. Делаем больше воды, количество в этом грунте. И растаскиваем шваброй, чтобы осталось побольше грунта на полу. Чтобы он как бы впитался поверху, пропитал и закрепил хорошо верхний слой. И надо сказать, что вот тут как раз это нам чувствуется именно такой грунт. Этот грунт, он вообще, вот если я беру чуть-чуть не попадает на руки, он даже разбавленный, сильно разбавленный, начинает липнуть в руки и слипается пальцы от грунта. То есть, такой качественный очень грунт. Грунт разбавлен водой, уже достаточно сильно. То есть, нам для того, чтобы, допустим, делать вот таким образом, мы добавляем воды чуть больше, чем... Ну, так как мы его очень много оставляем на полу. О, пошел, пошел. Да, так как мы очень много оставляем на полу, то, соответственно, и разбавляем мы его чуть пожиже. Ну, немножко пожиже. Но при этом этот грунт, вот даже разбавленный, он, да, я его доберу, и у меня слипаются пальцы. То есть, мы его, в принципе, достаточно хорошо разбавили, но он даже вот липкий. Это такое свойство качественное. Хороший концентрат. Опять-таки, по грунту видно, то есть, какой у нас пол получается. Вот это вот пятно такое характерное, такое темное, и вот это вот синева. То есть, это видно, что хорошо пропитался, загрунтовался хорошо пол. Прикол, начал подсыхать, и у меня ноги прилипают. Хе-хе-хе-хе. Я хожу, такой звук, вот, и рельефно, ноги пол. Крутой грунт. Нам 10 канистр хватило на все. Еще осталось. Еще осталось. 10 канистр хватило, а на полторы тысячи метров. Да. 10 канистр хватило, мы не экономили. Полы у нас отгрунтованы, высушены. Теперь мы можем приступить к натяжке струн маяков. Теперь к тому, что нам понадобится. Моток вязальной проволоки, я покупал ее в Петровиче. Перфоратор, талии репы, саморезы, дюбеля восьмерка и шестерка. Далее сверлим отверстия, дюбель, саморез. Цепляем проволоку. И во всем этом самое сложное, это распутать проволоку. Она все норовит запутаться. Итак, цепляем один конец к саморезу. Второй конец цепляем к талрепе. Талрепу раскручиваем на максимум. Чтобы у нас была возможность максимально натянуть струну. Так, тут я попытался одной рукой показать, как цеплять струну. Но покажем на уже готовом варианте. Все просто. Далее выставляем лазер. Ловим нашу отметку, которую мы рисовали. Вот она. Поймали риску. Луч лазер у нас есть. Показывает правильный гризант. Теперь с помощью клиньев от СВП выставляем маяк на нужную нам высоту. Далее все понятно. Выставляем крайние точки. Потом середину. Проверяем. Фиксируем клиниями. Итак, у нас проставлены маяки по всей плоскости. Расстояние между опорами делаем метра три. Все равно леска провисает, проволока провисает. Поэтому через три-четыре метра мы даем такие опоры. Ширину маяков я задал по ширине провила. Теперь перед заливкой все проверяем окончательно. Один из факторов удобства, конечно, это то, что мы можем задать минимальную высоту. То есть, от нуля вообще. От миллиметра толщина может быть. Ну и еще один момент то, что в процессе выставления маяков вам может что-то не понравится. Вы захотите изменить эту высоту. И это происходит очень быстро. То есть, вы моментально можете поменять свои высоты без таких глобальных трудозатрат. Это особенно ценно, когда площадь все-таки больше 50 метров. Поменять высоту на выставленных маяках, когда их много, это уже не просто будет. Здесь это элементарно делается. Следующий этап. Нам нужно придать жесткость маякам. Избавиться от провисания проволоки. Поэтому наводим плиточный клей по куще. И начинаем делать такие фиксаторы. Такие ляпухи. Чем чаще вы поставите их, тем крепче будет стоять проволока. Тем меньше будет провисания. Можно вообще сплошные сделать. Если время позволяет. Не проблема. Здесь уже по принципу кашу маслом не испорпишь. И такие места, как проходы. Но это уже по нашему опыту. Здесь точно нужно делать сплошное крепление. Особенно если здесь будет осуществляться поставка материалов. Воды через лестницу. Вот как в нашем случае. Даже если вы думаете, что я же сам ставил. Я тут один буду ходить. Я помню. Лучше сделать все возможно. О чем-то задумались. Забылись. И маяк сбивается. Если у вас в этот момент идет процесс заливки. Очень не кстати будет всем этим заниматься. Ну и точно это нужно сделать. Если на объекте присутствует кто-либо еще. Кроме вас. Вашей бригады. Возможно какие-то смежники. Обязательно фиксируйте надежно проходы. Перед уходом домой еще раз. После этой операции. Проверьте высоты. Мало ли что-то сбилось в процессе работы. Подкорректируйте. Если что-то не так. Ну и все. Уходим спать. Задача клея за ночь застынуть. И зафиксировать нашу проволоку. Ну если у вас совсем нет времени. Нету этой ночи. Можете добавить гипс. Или в принципе эти пятаки можно сделать с гипса. Ну лучше делать 50 на 50 или 30 на 70. С использованием гипса. И брыточного клея. Отмечу еще один момент в использовании струнных маяков. Это то что сама струна вот в высоких местах ложится на пол. И высота маяка вот там один миллиметр. Вы можете в принципе натянуть по каким-то высоким местам струну. И использовать ее для такого легкого выравнивания. То есть с одной высокой точки дать на высокую точку. И сделать плоскость. Очень существенная экономия материала. Потому что мы будем заливать по сути только ямы. Так наступил следующий день. Все замерзло. Сейчас посмотрим как правило стоит на маяке. Струна немножко прогибается. Но у меня достаточно большое расстояние между пятаками. Там примерно полметра. На самом пятаке правило стоит жестко. Посерединке немножко прогибается. Но для работы нам вполне подойдет. Струна показывает уровень. Поэтому просто не нужно ложиться на правило. Надо чувствовать полы. Ну благо у нас в этом есть опыт. Поэтому новичкам конечно советую ставить пятаки почаще. Ну что поехали заливать. Шел процесс. Что тут сказать. Сказать особо нечего. Наливай да пей как говорится. Вот на этом этапе уже нужны подсобники. Потому как один человек тянет. Равняет. Отсобники мешают. Подают раствор. Так. Как автоматизировать приготовление смеси. Обычно мы отмеряем количество воды. Которая у нас уходит на определенный объем. Ну то есть вот. Например если в бак входит два мешка. Мы отмеряем количество воды. Которое нам нужно на этот бак. И дальше уже все просто. То есть там. Либо в ведро вкручивается саморез. Наливается вода. До этого уровня. В общем думать не надо подсобнику. Главное чтобы он выдавал смесь. Одного и того же. Качества. И консистенции. Еще один совет дал самоостройщикам. И домашним мастерам. Которые думают что. Залить. Трехкомнатную квартиру. Или коттедж. В одну каску. За день. Это хорошая идея. Так вот. Скажу что эта идея не очень. Возьмите одного. Лучше двух подсобников. Как вот вы видите на видео. То есть один человек. Постоянно тянет. Один человек постоянно месит. Кто-то должен подавать воду. Конечно вы можете приготовиться. Там. Налить бочку воды. Рядом с узлом замеса. Но все это очень утомительно. И тянуть утомительно. И мешать утомительно. И возможно нужно. Мешки с равнителем подносить. И плюс еще вот один фактор. С дешевыми равнителями. Мы их называем. Говноравнители. У них очень быстро наступает. Вот этот этап первичного схватывания. И это не всегда плохо. Часто и хорошо. Вот на этом объекте. Это нам даже хорошо. Но имейте ввиду. Что площадь достаточно большая. Вы сейчас поймете. Почему я об этом говорю. Очень важно успеть поточить. Поточить стяжку. Отправить ей плоскость. Какие-то наплывы срезать. Вот. И если вы выравниваете. Там. ЦПС. Или раствором. Ну. На следующий день. Вы поточите без проблем. В случае с. Вот этими. Говноравнителями. Любыми. Этап схватывания. Наступает очень быстро. Буквально. Может. Час. Два. Полтора. И все. Вы уже ничего не поточите. Правило будет. Ездить по этим. Наплывам. По этим. Шишкам. И уже тогда точить. Это только. Болгаркой. С алмазным диском. Но. Это же не наш метод. Нам надо. Сделать. Работу. С минимальными. Трудопотерями. И трудозатратами. Поэтому. Лучше. Быстро. Залить. Попить. Чаю. На объекте. И сразу. Поточить. Пол. Нам. Чай. Пить. Некогда. У нас. Работы. Много. Поэтому. Мы. Начинаем. Выставление. Маяков. В коридоре. Пока. Пол. Начинает. Подсыхать. Начинает. Набирать. Прочность. Мы. Начинаем. Расставлять. Маяки. В коридоре. Тем. Временем. Пол. Уже. Предварительно. Схватился. И. Сразу. По-свежему. Мы. Срезаем. Вот. Эти. Волны. Как точить. Поперек. Ставите. Поперек. И. Шкурите. Видео. О том. Как это делать. Правильно. У нас. На канале. А мы. Тем временем. Не. Расслабляемся. Начинаем. Заливать. Комнаты. Напомню. Что. В комнатах. Комнаты. Небольшие. В них. Мы. Маяки. Не ставили. Рисуем. Черту. Направили. То есть. От. От. Пола. До. Лазера. Выставляем. Лазер. По. Нашим. точкам. Переносим его. Благо. У нас. Коридор. Размечен. Вот. И. Сейчас. Зальем. Комнату. По. Черте. Направили. Объяснять. Тут. Особо. Нечего. Совмещаем. Лазера. С нашей. Чертой. Направили. И. Растаскиваем. Раствор. По. Комнате. Какой-то. Навык. Определенный. Нужно иметь. Работе. С растворами. Чувствовать. Плоскость. Скажем так. Но. Когда. Вы этому. Научитесь. Вам. Эти. Выставление. Маяков. Особенно. В каких-то. Небольших. Помещениях. Точно. Будет. Не нужно. Принцип. Простой. Сначала. Льете. В одном направлении. Потом. Смещаетесь. Срезаете. Верхушки. Проверяетесь. Можете. Волну. Чуть-то. Обратно. Дать. Провериться. По. Такому. Принципу. Делаются. Полусухие. Стяжки. Фундаменты. Льются. Когда. Нет. Возможности. Выставить. Маяки. На. Видео. По-моему. Все. Понятно. Все. Очень. Просто. Сейчас. Покажу. Получится. Итак. Стяжка. Готова. Такая. Поверхность. Плоскость. Видны. Какие-то. Небольшие. Полосы. Где-то. Небольшие. Бугарки. Но. Они. У вас. Будут. И. По. Маякам. От этого. Никуда. Не деться. Все. Что осталось. Это. Поточить. Ну. Как и любую. Другую. Стяжку. Все. Стяжки. Которые. Мы. Всегда. Обязательно. Точим. Провилом. После. Ее. Подсхватывания. А. Мы. Тем. Временем. Продолжаем. Работал. Идем. Дальше. По. Коридору. Отступаем. К. Следующей. Комнате. У нас. Здесь. Стоят. Маяки. Делаем. Следующую. Комнату. Комнату. По черте. Направили. Наступило. Утро. Следующего. Дня. И. Мы. Начинаем. Окончательную. Доводку. Стяжки. Перед. Укладкой. Плитки. Делаем. Финишное. Выравнивание. Такой. Финишный. Топпинг. Под. Укладку. Плитки. Также. Это можно делать. Под ламинат. Под. Линолеум. Ковролин. Гораздо. Удобнее. Чем. Любой. Равнитель. Особенно. Вот. Эти. Финишные. Равнители. Их. Практически. Невозможно. Поточить. Мы. Ими. Пользуемся. Плиточным. Клеем. Видно. Консистенцию. Достаточно. Жидкий. В чем его плюс. Что. Вы. Подравниваете. Эти ямки. Бугарки. И. На следующий день. Точите. Правилом. У вас. Получается. Идеальная. Плоскость. Видео. Об этой операции. У нас. На канале. Много. Можете. Посмотреть. Это. Дешевле. Чем. Любой. Равнитель. Полы. Подравненные. Покрытие. Высохло. Ну. На видео. Видно. Что. Пол. Плоскость. Пола. Близко. К идеалу. И. Мы. Заводим. Первый. Ряд. Коридор. У нас. Вот. Этот. Краем. Справа. Неровный. Но. Это. Центральный. Ряд. Самый. Просматриваемый. Самый. Важный. Главная. Перспектива. Поэтому. Отталкиваться. Будем. По этому. Краю. Положила. Здесь. Плитки. Обрезки. Чтобы. Было. Понятно. Края. Будут. Нависать. Придется. Их. Отмазывать. Ну. Вот. Собственно. По этой. Мы. И. Заводили. Как. Заводить. Первый. Ряд. Видео. У нас. Есть. На канале. Отвлекаться. Сделали. Комнаты. Перед. Коридором. Плитка. Отличается. Другая. Поэтому. Шовная. Сетка. С коридором. Совпадать. Не будет. Сначала. Сделали. Комнаты. И. Потом. Сделали. Коридор. Здесь. Небольшой. Зальчик. Метров. 100. 120. Все. Здесь. Приготовили. Первый. Ряд. Есть. Завтра. Сделаем. А. Вот. И. Завтра. Наступило. Сделали. Левый. Ряд. Коридоре. Завтра. Начали. Подрезку. Комнаты. Комнат. Бахнули. Этот. Зальчик. Как. Мы. Кладем. Плитку. Очень много. Видео. У нас. На канале. Делаем. Это. Профессионально. Быстро. Качественно. Четко. Ну. Это. Наша. Основная. Специализация. Конечно. Выход. Там. Подрезка. Подрезки. Много. Вот. Таким. Образом. Она. Выглядит. Сначала. Режем. На. Сухую. Все. Приготавливаем. Не. Занимаемся. Таким. Что. Нарезаем. Тут. же. Вклеиваем. То. Первый. День. Нарезаем. Подрезку. Во. всех. Помещениях. И. На. Следующий. День. Начинаем. Вклейку. Но. Это. Уже. Целая. Операция. Специальность. Вклеящей. Подрезки. Разбиваем. Все. На. Операции. На. Следующий. День. Идем. Вклеиваем. Все. Сразу. Подрезки. Много. В общем. Есть. Чем. Заняться. А. Это. Уже. Вечер. Этого. Дня. Все. Вклеено. Осталось. Только. Уборка. И. Затирка. Швов. Коридор. Сделан. Все. Три. Комнаты. Сделаны. Зал. Практически. Сделан. Пара. Плиток. Осталось. По сути. Все. Готово. Затирки. Швов. На. Следующий. День. Мы. Все. Затерли. Все. Намыли. Посмотрел. Я. По. Датам. Видеозаписи. 29. Сентября. Этот. Мы. Начали. Стяжку. И. Последнее. Видео. Вот. Это. Снималось. 6. Октября. Если. Видео. Вам. Понравилось. Нажмите. Лайк. Подписывайтесь. На. Наш. Канал. Переходите. В. Наш. Чат. Для. Плиточников. Где. Мы. Делимся. Работами. Также. Подпишитесь. На. Наш. Инстаграм. Там. Куча. Инстаграм. Там. Инстаграм. 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 Ссылка. Полное. Видео. По. Этому. Объекту. Будет в описании. Ну. А. Лучшая. Благодарность. Для авторов. Это. Репост. видео. Делитесь им. Со своими. Друзьями. Спасибо. Благодаря. ��. ПО. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok